Здравствуйте, меня зовут Сандро Хатьяшвили, я эксперт компании Симпл и преподаватель школы Энотри. Сегодня мы поговорим с вами о различных видах пробок. Последние два десятилетия очень серьезно возрос объем производимого в мире вина, он увеличился в разы и поэтому пробковая индустрия, которая в основном сосредоточена в такой небольшой стране, как Португалия, уже не справляется с той потребностью, которая сегодня наметилась в мире. Появились другие альтернативные формы укупорки. Вот здесь вы видите три образца так называемой классической корковой пробки, которая получена из коры коркового дерева. За всю историю существования вин, разлитых в бутылках, эти пробки служили единственной формой укупорки. Это пробка для игристых вин, она тоже корковая, она состоит из трех частей, именно поэтому она называется композитной. Из верхней части, которая уже побывав в бутылке, приняла форму гриба и две другие части, которые к ней приклеиваются снизу очень плотно. Такая пробка обеспечивает очень хорошую форму укупорки для игристых вин, в которых очень-очень-очень большое давление в бутылке. Вот этот вид пробки, он тоже такой вот сложный. С одной стороны пластмассовая крышечка, внутри корковая пробочка. Такой тип пробки используется для портвейнов класса Тони, их аналогов, а также различных крепких спиртных напитков. Наличие такой пробки в бутылке подсказывает нам, что бутылку можно не допивать, совершенно безболезненно закупорить той же самой пробкой и поставить ее в холодильник или в бар. Путем использования недорогой пробки можно серьезно удешевить себестоимость вина. Вот как в этом случае. Это так называемая клееная пробка, полученная в результате склеивания пробковых опилок. Она стоит очень недорого, но правда, качество оно тоже весьма и весьма посредственное. Используется преимущественно для недорогого вина. В конце 20 века стала появляться и другая форма. К примеру, два варианта пластиковой пробки. Вот в этой попытались имитировать пористую структуру корковой пробки для того, чтобы проникающий через эти поры кислород участвовал в формировании вина, находящегося в бутылке. Но это не всегда удается. И обычно для недорогих вин используется вот такая вот альтернативная пластиковая цельная пробка. И наличие такой пробки в бутылке говорит нам о том, что это вино предназначено для очень раннего потребления. Ну и, наконец, винтовая пробка, вызвавшая наибольшее количество споров и неразумений. По-прежнему наш потребитель очень пугается наличие такой формы укупорки, думая, что такими пробками закупоривают только недорогие, очень низкого качества вина. Это не так, и я бы, напротив, сказал бы, что это самая прогрессивная форма укупорки, поскольку она напрочь исключает наличие посторонних запахов в вине. В вине не существует мелочей, каждая мелочь важна. Я желаю, чтобы на вашем столе было только хорошее вино. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова